25 грамм шеницы и берем 14 миллилитров воды из-под крана. Донабливаем в тишину месилку. Так проводят обследование зерна на качество. Уже начали поступать первые пробы нового урожая. На сегодняшний день алтайские аграрии убрали уже порядка 9 тысяч гектаров озимых зерновых культур. Чтобы оценить качество, специалист центра выезжает на место сбора и отбирает пробу. Поскольку зерно в эту партию поступает с разных участков поля, мы для получения более объективных данных исследования отбираемся из максимального количества мест насыпи. Все это формируем в объединенную пробу и из нее выделяем уже среднюю пробу. Средняя проба это когда вы перемешиваете? Да, это когда уже все количество зерна, которое мы отобрали, мы его перемешали и из него получается средняя проба. Зерно отбирают из 15-20 точек. И около 2 килограмм едет в лабораторию на точное обследование. Пробуя у нас в сейф-пакетах, вскрываем пробу, то есть на делитель прогоняем. Это обязательно, чтобы зерно равномерно распределялось. Это только начальный этап мониторинга качества зерна. Чтобы определить его класс, проводят несколько процедур проверки. В пшенице определяется самое большое количество показателей. Это качество, количество клейковины, натурный вес, число падения, сорная, зерновая примесь, белок, стекловидность. То есть вот эти все факторы, если совпадают в одном моменте, то мы определяем ее, как, например, зерно 2-го или 3-го класса. Вот на сегодняшний день большее количество пшеницы, которую мы исследовали, но это совсем начало мониторинга, это пшеница 3-го класса. Это отрадно и здорово. Так уже обследовали более 6 тысяч тонн пшеницы 1-го майского, Топчихинского, Завьяловского, Мамонтовского и Целинного районов. По предварительным данным, качество зерна превосходит прошлый год. Вся пшеница продовольственных кондиций. Спасибо. Кстати, радует не только пшеница. Первая проба ржи из Шилоболикинского района оценена как зерно 1-го класса с высокими показателями качества и безопасности. Все данные вносят в систему в ГИС зерно, после чего фермер может реализовывать свой товар. На первых этапах уборки урожая, при формировании партии, сверхостоваропроизводители могут определить, какого качества у них пшеница, и уже понять, какой будет ценовой сегмент этой пшеницы. По мнению экспертов, эта обязательная процедура гарантирует высокий уровень качества зерновых для потребления и экспорта за рубеж. Пока, по заключению центра, аграрии добиваются хороших результатов. Более ясная масштабная картина того, что выросла на алтайских полях, будет видна к концу лета. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.